приветствую дорогие друзья я в стамбуле стамбульском аэропорту то есть если так точно вам выразиться я прилетел два часа назад я уже здесь покушал в принципе пересадка произошла нормально успешно никто не докапался ну в отличие допустим если вы ролик не смотрели на канале есть как я из грузии из батуми добирался до стамбула и со стамбула летел в черногорию то есть у меня на пересадке начали спрашивать обратный билет когда я летел в тиват в черногорию меня спросили обратный билет если у меня с черногории куда-то в другую страну собственно говоря у меня не было никакого билета ну все как бы как-то все разрулилась таким образом что ему показал что у меня на rnb есть забронированная гостел гостела из хаус ну короче гостевой домик у меня на пару дней был будвиз забронированный я ему показал раздобрился и короче отправил меня тиват я долетел в принципе успешно что собственно говоря повезло а по идее да они требуют обратный билет поэтому позаботьтесь об этом если вы летите допустим один то есть могут спросить если вы летите из россии допустим или например с другой страны новость сейчас я летел исти в это с черногории стамбул получается и со стамбула также лечу другой город в турции то есть не в другую страну поэтому наверное скорее всего и у меня и не спрашивали обратно где ланом что могу сказать по поводу этого аэропорта комфортный удобный большой передвижение в принципе продуманное то есть можно двигаться по указателям которые указаны на табличках можно спрашивать людей в принципе все разговаривают на английском если вы не знаете английский есть google переводчик интернет вы можете в принципе бесплатный здесь использовать бесплатно еще раз повторяю с помощью своего паспорта в терминалах сейчас я их не вижу но они в принципе есть везде когда вы выходите из своего самолета и идете на получение багажа на получение багажа то есть когда вы делаете пересадку вы чтобы время скоротать например можете бесплатно пользоваться вай фай час если хотите больше вы можете доплатить и пользоваться дольше я бесплатно себе сделал где-то на час вай фай он не час если честно минут сорок даже еще меньше дал меня возможности то есть большие объемы информации он не дает скачивать ну так принципе нормально stories я повыкладывал там на instagram на youtube кое-что загрузил все больше ничего такого не делал в принципе нормально удобненько если вы хотите посмотреть онлайн то естественно вам нужно будет это все докупить сейчас я остаюсь на связи российского мтс оператора в роуминге собственно говоря в день выходит где-то 450 рублей это вот такая связь дорогущая 500 мегабайт дают достаточного трафика то есть ну вот те хватит 500 мегабайт тебе достаточно столько-то дружище на один день нормально принципе хватит мне сейчас уже через пару часов даже меньше через час и 30 минут я отправлюсь уже на другое место то есть другой город пока я не буду об этом вам ничего говорить вы об этом узнаете в следующем ролике хух что еще могу вам рассказать так по поводу если перекусы например вы экономный человек да вы экономите на перелетах например на перепит по питанию можете с собой захватить какие-нибудь батончики сникерсы чтобы перекусить все это в аэропорту если вы долго находитесь можете если у вас есть средства в принципе здесь покушать фастфудов дофига можете даже не спокойно в ресторане даже здесь очень большая разнообразная кухня европейская азиатская турецкая турецких кебабов без хоть завались друзья мои я их уже наелся в свое время вот до талого мне они вообще не летут сейчас я отказываюсь от мяса мне его уже не охота есть и тем более кебабы вот этой пережаренные не я вот кофе к я долбанул их него двойного турецкого мне вот этого нормально хватило что где заряд энергии слышите меня да как я тараторию как зарядной зайчик хотел сказать батарейка зарядная ну вот как то вот так да кстати между прочим еще знаете такая вот здесь информация по турции да что в принципе все нормально вот такое ощущение что при я приехал сюда и нет вообще вот этого ограничения что было до этого знаете там заставляли одевать вот эти тряпки на лицу спрашивали вот эти пцр тесты все как до вот этих ограничений вернулась насвоясь сейчас я посмотрю свой рейс собственно говоря в эти места посмотрим у меня показывать надо регистрация начинает с 6 часов так что еще 40 минут и я в принципе отправлюсь дальше здесь какие-то два чувака стоят с гусями непонятно что они означают по приколу аэропорт интересный можно двигаться ходить можно он как чуваки сесть на пол вот так и сидит загорать вполне нормально может кто-то деньги даст если чего у тебя денег нет например а бывают такие ситуации бывает что даже и денег на обратный билеты нету и бывает такое как то так вот да как то так вот друзья мои поставьте лайк распространяйте видео пишите комментарии все следующее видео будет уже с другого места пока а